Всем привет! Меня зовут Лиля Гренудинова, я продакт-менеджер Midas и Clark Technic в компанию Dealer Center. Мы продолжаем наше мини-обучающее видео по Midas Pro Series. И сегодня мне бы хотелось поговорить о сайдчейне в компрессии. Напомню, сайдчейн может использоваться для разных целей, но как сегодня я это сделала, мы будем управлять фоновой музыкой с помощью сигнала микрофона. Для примера мы будем использовать фоновую музыку. И сигнал микрофона. 1, 2, 2. Наша задача в том, чтобы сигнал с микрофона при появлении его компрессировал сигнал музыки. Как это может быть? Например, если у вас выходят ведущие, вы не успели это отследить, и как только он начинает говорить, фоновая музыка приглушается. Что мы для этого делаем? Для начала нам нужно открыть директ-аутпут на нужном управляющем канале. Напомню, что директ-аутпуты в Midas изначально всегда будут замутированы, до тех пор, пока мы его куда-нибудь не напатчим. Что мы делаем? Мы заходим в патч, во вкладке директ-аутпут выбираем нужный нам искомый канал, в данном случае это 3. Берем его директ-аутпут-выход и напатчиваем на те каналы во вкладке SideChains, которыми мы хотим управлять. Напомню, вот эта часть относится к компрессору, а нижние ключики относятся к гейту. Но сегодня мы используем компрессор, поэтому мы сделаем это так. После того, как мы запатчили наш директ-аутпут, мы можем увидеть, что теперь мы можем его размьютировать. То есть, вот он был замьюченный, теперь после того, как патч появился, он открыт. Этот директ-аутпутный выход, сигнал, он будет управлять компрессией на каналах музыки. Мы заходим в каналы музыки, в данном случае это первый, второй канал. Заходим в вкладочку с компрессией и обращаем внимание, что у нас здесь есть. Для того, чтобы управлять каким-либо сигналом, соответственно, нам нужно выбрать во вкладочке Source этот сигнал, что мы, собственно говоря, с вами сделали уже в патчинге. Заходим обратно, просто удостоверяемся, что это действительно так и есть. Пульт вам всегда подскажет, если у вас здесь ничего нет, например, как в канале 4 или 5, он вам покажет, что Eternal. То есть, соответственно, директ-аутпут никак сюда не приходит и управляющего сигнала нет. Вернемся обратно в наши каналы. Вы можете корректировать ваш управляющий сигнал. Например, если вам не нужен весь его диапазон, можете выбрать какую-то часть, послушать и сделать свои выводы. В данном случае мне это не нужно, я буду использовать весь свой голос, весь сигнал с микрофона для того, чтобы управлять компрессором. Так как мы уже все запатчили, то в данный момент этот компрессор уже управляется сигналом с микрофона. Осталось только сделать настройки. Для наглядности я использовала достаточно критические показатели. Естественно, вы для себя это можете сделать как хотите, как вам будет удобно и как оно будет хорошо слушаться. Ну что, проверим, как оно действует. У нас уже есть музыка и у нас есть микрофон. 1, 2, 5, 7, 8. 1, 2, 5, 7, 8. Как видите, отрабатывает компрессор и это видно. Можете еще раз в этом убедиться. Настройки релиза достаточно большие, поэтому восстановление идет достаточно долго. Ну, повторюсь, эти настройки вы можете сделать как хотите по своему вкусу. Чтобы еще раз убедиться в том, что все заведено правильно, что сайдчейн идет именно с директ-аутпута микрофонного выхода, можем проверить, закрыв директ-аутпут этого канала. Вот сейчас. 1, 2, 2. Музыка пропадает, то есть сайдчейн работает. Я закрываю директ-аутпут. 1, 2, 5, 7, 8. 1, 2, 5, 7, 8. Ничего не происходит. Как мы рассмотрели, как работает сайдчейн с компрессией на Майдосу Pro Series. Также вы его можете использовать и с гейтом, используя директ-аутпут и запатчивая его в K-Source на кейте близкому каналу. Напомню, что в Майдосах, всех Майдосах Pro Series это делается одинаково. Будь у вас Pro 1, Pro 2 или даже Pro X. Всем спасибо за внимание. Смотрите нашу группу. Мы будем выкладывать новые видео. Следующее видео будет посвящено обновлению прошивки на Pro Series. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...